Я так себе представила, что как бы я выглядела, во-первых, я уже не очень молодая, а во-вторых, все время была бы влюбленная. В общем, а может быть, да, а может быть, поэтому именно и случаются в моей жизни какие-то неприятности, поскольку состояние влюбленности как-то ты, да, как-то стараешься это двигать. Итак, значит, препарировали человеческую анатомию, душевную, и теперь я вот думаю, я о Сергею узнала от своего сына, который с очень большим уважением, таким пиететом говорил о том, что у него как-то все правильно и четко в жизни устроено. И я подумала, почему бы нам не пригласить Сергея, для того, чтобы он поделился опытом. Мама японка, жизнь в Европе, Томский государственный университет. Сергей Рев. По сцене можно ходить? Можно ходить по сцене? Да, вот. Здравствуйте, добрый вечер всем, всем, всем. Спасибо, что вы пришли в такой мороз. Сегодня я вам расскажу немного о своей жизни. Я не знаю, почему, наряду с другими спикерами, вызвали меня, но я постараюсь как раз-таки рассказать о себе. В общем, сейчас пока пульт создается, вот, проверено опытом. И для меня было проверено опытом, это обычная жизнь. Я бы не сказал, что у меня все правильно и четко расставлено, но попробую рассказать. В общем, родился я в России в 1994 году. По некоторым обстоятельствам из-за маминой жизни я переехал в Европу. Вот, в город Мальмё, который находится в Швеции. О, картинка слишком размазана, но видно, что город портовый. И, скажем, это произвело на меня очень большое впечатление. Когда я был маленький, я там отучился в детском саду, я рос там. И, в принципе, моя жизнь была обычной жизнью подростка. Я ни о чем не задумывался, не думал, что в жизни меня окутывает проблема, о чем я буду говорить немножко позже. Ну, вот так вот получилось. И прожил я там до средней школы. Учился. Потом я переехал в другой город, в Швеции тоже. Между Мальмой и Гутербергом небольшое расстояние. Но я еще смог путешествовать по Европе нормально тогда. И все так же продолжалось. Я начал увлекаться. Вот если карта Европы, она тоже размазана. В общем, я был во Франции, был в Италии, жил там. То есть, погоду где-то примерно. И был в Польше, в Дании, в Германии. И это помогло мне, на самом деле, искать контакт с людьми. И пытаться, все время пытаться. Потому что, поскольку я, наверное, немножко неординарно выгляжу по сравнению с европейцами, да, и белыми людьми, если так можно выражаться, то постоянно было предвзятое отношение. И мне приходилось приспосабливаться к этому. И, наверное, это в будущем мне помогло сейчас. И, в общем, вот я занимался. Я начал заниматься спортом с раннего детства, потому что у меня брат профессионально занимался этим долгое время. И занимался он восточными единоборствами, скалолазанием. И, соответственно, я этим тоже начал заниматься. И начал очень глубоко уходить в эту структуру восточных единоборств, узнавать больше и больше и больше. Что привело в конечном итоге меня к смешанным единоборствам, чем я сейчас занимаюсь. Потом был такой период. Перед тем, как я приехал в Россию, я занимался киберспортом. И, на самом деле, когда я приехал в Россию, я понял, что это настолько неразвитое, люди не знают ничего об этом. Хотя, на самом деле, это целая культура, это мировая культура в нынешнее время, что люди улучшают свою карьеру. Из-за этого у них появляется лучшая реакция. Они начинают думать быстрее из-за игр. И это приводит к хорошим результатам. Вот это соревнование, например, Intel Extreme Masters, которое проходит в Европе. Да по всему миру оно проходит и собирает лучших из лучших, для которых вот это соревнование изменило мир. На самом деле, как мне кажется. Вот это занятие борьбой, пару фотографий, боремся и деремся. Этим я занимался до... Да и, в принципе, сейчас я этим плотно занимаюсь и не собираюсь заканчивать в ближайшее время. Но вот в один момент определенный я переехал в Россию. Это, наверное, была первая сознательная поездка. Это был шок для меня, честно. Потому что я очень долго привыкал к традициям. Я очень долго, я их уважаю, но мне очень тяжело это давалось. Я немножко не понимал реалии этого мира. И когда столкнулся с ними, был повержен. Просто на самом деле это сломало меня. И как говорил терапевт, психолог, что я жил с травмой определенной, потому что меня выдернули из комфорта и дали задачу в зубы. И попробовать с этим совсем справиться. На самом деле я думаю, что я справился довольно-таки неплохо. Но, наверное, самое критическое, что произошло в моей жизни, и как раз таки об этом я хочу поведать, это бурятия. Это после чего я начал заниматься вообще всем. Ну, примерно я не нашел никаких картинок и фотографий. Я не смог достать нужные. Ну, они были немножко не того качества. И я, наверное, расскажу вам просто на словах. Я приехал туда, и я расскажу вам первое впечатление. Я еду на машине, я оглядываюсь по сторонам. Они степи, и где-то за пять километров шесть видят один туалет деревянный. И вот тогда у меня появляется мысль, куда я попадаю на самом деле. Потому что это страшно для меня. Было, правда. Но это научило меня элементарным вещам, элементарному опыту, которого некоторым людям даже в России не хватает. То есть если европейцы не могут там помыть полы, то в России некоторые не могут помыть посуду или даже, я не знаю, помыть свою кошку. Они не знают, как это делать. А когда я переехал в Бурятию, я научился колоть дрова. Я носил воду, которая колонка воды, которая находилась за нескольких километров. Я занимался всем этим ежедневно. И сначала нужно понимать, что нужно принимать опыт и правильно распределять его. Потому что на самом деле иногда некоторым людям кажется, что этот опыт бездарный, что на самом деле мне этого не нужно, зачем мне это надо, что я буду, как он мне поможет. Может, через пять лет я уже забуду об этом, но на самом деле нужно дать ему настояться. Это как сок или как борщ. Нужно дать ему постоять немного, и тогда он на самом деле поможет. Я не знал, зачем я занимался спортом, но на самом деле там физическая подготовка помогла мне. Жил я там примерно два года. И зима там была гораздо суровее. Я покажу вам, наверное, вот здесь. Вот здесь, на границе между Монголией, есть такой район, Тулькинский район. И это, наверное, самый отдаленный район, в котором я был на самом деле. Там минус 52 зимой. И в школу мы тоже там ходили. И никаких реалий не было других. Потом я переехал в Санкт-Петербург, прожил там некоторое время. И обратно вернулся в Швецию. И когда я вернулся в Швецию, я не знаю, я был ошеломлен, потому что я уже не понимал людей этих. Они не понимали меня, я не понимал их. И мне было тяжело опять привыкать к комфорту, опять к каким-то стабильности. Спросите у меня, лучше ли там, лучше ли здесь. Я вам не скажу этого, потому что, мне кажется, везде есть свои плюсы и минусы. Нельзя так судить о стране или о других культурах. Есть везде хорошее и плохое. Нужно это принимать всегда. И правильно это принимать. И, о, здесь ничего не видно. Но здесь на самом деле такая дуга. Я хотел привести параллель в моей жизни. Это такие падения и взлеты были. Тоже ничего не видно. И насчет того, что некоторые люди, они не совсем забывают, что все гениальное просто на самом деле. Что нужно начать с самого простого, чтобы дойти до чего-то. То есть, грубо говоря, если вы хотите научиться бороться, нужно хотя бы прийти в эту секцию и попробовать это, понравится ли вам. Но не нужно относиться к этому так, как будто бы вы пришли, попробовали, позанимались в течение 3-4 месяцев, а потом сказали, что это не мое. Нужно до конца отдать душу этому и попробовать. И если через 2-3 года не даст никакого результата, то тогда вы можете уже сказать, что это не мое. То есть мы сами создаем велосипед, хотя на самом деле все гениально и просто. И грабли эти, как раз о чем мы говорили, на которые мы наступаем постоянно, наступаем. Но на самом деле, мне кажется, передача опыта никакой не может быть. Мы только переживаем личные какие-то переживания, происшествия, которые происходили. Я терял близких, я жил на улице, и до определенного момента я относился к этому как к плохому. Но на самом деле, я понимаю, сейчас, когда прошли годы, опять же таки, я дал этому борщу настояться, и понимаю, что это помогает мне теперь ежедневно, и это поможет мне в будущем. Вот, примерно вот так. Вот он, Томск. И вот я наконец-то в Томске. Я приехал в Томск в середине 9-го, где-то в ноябре. Я отучился здесь до конца, и начал заниматься здесь. А поскольку я брал паузу небольшую, я терпел неудачи очень часто в Томске на тренировках, и потому что пауза слишком была большая из-за травмы, но я старался, старался, тренировался дальше. И вот примерно я тут справа человек, который терпит неудачи, а это слева ребята, которые потренируются в Томске. Вот, но потом ситуация изменилась, конечно, ближе уже к 11-му классу. Вот, я переехал в Томск, и с этого момента я понял, что я хочу пробовать. Я хочу пробовать постоянно что-то новое, чтобы развиваться. Я понял, что на самом деле разнообразный опыт, он идет именно от того, насколько глубоко ты можешь окунуться в какую-то науку или интересы. То есть, если я начал заниматься фотографией, то чем глубже я уходил туда, я начал понимать, что есть видеография, можно снимать мувики, можно снимать ролики. За этим стоят еще люди, которые, звукари, которые занимаются звуком, да, что занимают, это еще все связано со скейтбордингом, к примеру, что все это закручено, завязано, полноплотный узел, что нужно понимать, что чтобы опыт был разнообразным, нужно хотя бы узнать, что там внутри, а не водить по глади, вот так в верхней, то есть окунуться, вот фотографии еще, фотографии, музыка, да, я занимаюсь еще музыкой, и, наверное, до 11 класса мне говорили, что мне медведь на ухо наступил, но в 11 классе я понял, что нужно попробовать это, и просто наплевал на все, я пошел в музыкальную школу, и там сказали, что на самом деле все не так, что мне стоит попробовать этим заниматься, теперь я занимаюсь в музыкальной школе, будет сначала, вот, и, мне кажется, я хочу сказать о том, что нужно пробовать, пытаться, что, если вы не найдете себе фотографии, то вы точно найдете себя в чем-то другом, но не нужно относиться к этому, как к бездарному, бездарной вещи, которая вам не пригодится, я вам с гарантией могу сказать, что в жизни пригодится все, на самом деле я могу привести в пример мою мать, которая занималась, которой в 5 высших образований, которая всю жизнь занималась чем-то, она перепробовала десятки работ, она даже работала уборщицей, она работала, она мыла туалеты, и это все помогло ей, и я думаю, посыл мой сегодняшний будет пробовать и пытаться правильно, вот, вот, победа, спасибо, 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 Продолжение следует...